Приветствую, друзья, на канале Реал Конструктор Стас. В жизни каждого человека наступает такой случай, когда перегорает лампочка. А когда лампочка перегорает, у автора на ютубе, то он снимает видео, как починить светодиодную лампочку. В сегодняшнем видео я покажу вам свой опыт и всю правду про то, как починить светодиодную лампочку. Что ж, приступим. Первым делом необходимо снять колпачок. Все детали пластмассовые и чтобы не повредить и не поцарапать, в этом мне помогает пластиковая карта. Пластику карты намного мягче и все нагрузки и повреждения она берет на себя. Для склеивания в моем случае применен клей типа герметик или силикон. Он хорошо тянется, поэтому получается расширить щель и разрезать его ножом по периметру. Когда крышка открыта, визуальным осмотром определяю, что один из светодиодов имеет черную точку. Именно этот элемент необходимо заменить. Зажимаю лампу в тиски и пробую аккуратно, не повредив при этом соседнее, выпаять светодиод при помощи паяльника, поддевая его ножом. Элемент достаточно хрупкий и под нажимом просто рассыпается. Остатки удаляю при помощи ножа. Единственным вариантом, который у меня есть на замену, это светодиод со сгоревшей автомобильной лампой. Та же технология, но же паяльник. Но в этот раз успех был на моей стороне. Ток проходит от плюса к минусу, от первого светодиода к последнему, по нумерации на плате. Располагаю светодиод на плате. Размечаю его положение карандашом и аккуратно удаляю краску, обнажая медную дорожку в нужных местах. При помощи паяльника лужу две получившихся площадки. Устанавливаю светодиод и припаиваю его на подготовленное место. Получилось достаточно аккуратно. Пришло время испытания. Я закручиваю лампу в патрон и включаю выключатель. О чудо! Лампа засветилась. Одеваю колпачок на место и говорим, что все просто. Но нет, только не на моем канале. Такую чушь вы можете увидеть где угодно, только не здесь. Как же все было на самом деле? Светодиод сгорел после двух секунд работы. Конечно, нужно ставить 12 вольтовые, а я поставил 3 вольтовый. А у меня другого нет. А заказывать китайский? Нет, это не про меня. Пользуясь интернетом, вычитывая, что нужно поставить сопротивление на 1,5 кОм. Нахожу единственное и оно достаточно мощное. Удлиняю ему одну из ножек. Сгоревший светодиод идет на свалку, а его место занимает сопротивление. Вкручиваю лампочку и приступаю ко второму включению. О чудо! Лампа светится. Но что-то с ней не так. Что-то дымится. И это сопротивление. Опять включаю паяльник и выпаиваю обугленное сопротивление. Последним решением, а оно самое простое, является перемычка. Устанавливаю перемычку из медной проволоки на то место, где уже побывали неправильный светодиод и сопротивление. Вкручиваю лампочку и провожу заключительное третье испытание. Щелкает выключатель и лампа начинает светиться как новая. Лампа не нагрелась и чувствует себя абсолютно нормально. На момент монтажа этого видео лампа отсветила 50 часов и никаких намеков на то, что она переграет, я не увидел. Музыка